так точно все работает да точно все работает и так бритьё 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 здравствуйте дорогие друзья другие подруги девчонки конечно с отопающим тоже не совсем бритьё около бритьё хотел бы поговорить о запахах лично для меня запахи бритьё играют очень-очень-очень много если не сказать что все настолько совсем это я загнул конечно потому что если по качествам допустим то же самое мыло будет так себе несмотря на шикарный запах если оно будет иметь конечно же я постараюсь им не пользоваться но особый такой знаете цимус это когда все вместе собирается и по качествам и по запаху это бомба я молею от этого продукта есть люди которым это совершенно по барабану главное чтобы мыльно-пузырные там скольжение пена по скольжение там стойкость пену структура вот это было все на высоте а запах уже второстепенно есть люди которым запахи вообще не нужны и кстати сказать производители тоже об этом знают особенно вот японцев возьмите да у них очень много линеек которые вообще без запаха особенно авто шейвы там для бритья гели вот эти все берешь они просто без запахов но я не такой я не такой я не японец я наш я русский поэтому для меня запахи очень-очень важны почему я решил именно сегодня об этом заговорить наверно последние капли во всем этом была посылка от ины мануфактура лепихин из тюмени и там пришла целая пачка мыло байрум вот это ну вот она моя лялечка лялечка это было байрум ребята вот так оно выглядит как оно пахнет я лучше промолчу потом скажу потому что если сейчас начну говорить это стопа понесет это тот запах который делает мой день но об этом подробно я расскажу наверху что же касается самой упаковки то выглядит она вот так это тот самый здоровый брикет вот где вот ина мне несколько штуков прислала вот посмотрите это вот такое оно новое канулевое но видно что ина так вот одним пластом варила потом это аккуратно развязал ну как все артизаны это делают вот так вот она делала красиво и вначале я знаете как-то так буксовал по поводу того что там пленка вот это вот то есть как-то знаете ну не очень так знаете ну типа как-то так не по-дешмански а что-то вот как-то вы знаете есть такое что ну не очень фактурно наверное вот так вот а потом во здравом размышлении понял что возможно это еще и во благо потому что вот эта пленка она не дает тому духу которая держит мыло уходить как можно дольше и потом я вот за эту пленку стал даже благодарен наверно после того как открыл его и поставил своей ванной ох ребята вот там-то расплата и настала но об этом уже наверху и мне почему-то пришла в голову мысль почему бы не рассказать о моих любимых запахах ну вот наверное так вот и родилась тема видео пятерка моих любимых запахов началось все данным давно лишь только-только входил в тему бритья и любимая мне сделала подарок вы все об этом прекрасно знаете подарив крем мыло локситан я от этого локситана тогда обалдел сейчас балду и наверное еще долго буду балдеть потому что ему уже сколько лет несмотря на то что не так уж часто удается им попользоваться вот смотрите тому даже такие трещинки появляются время это и меня это не пугает его кстати тоже каждый раз когда я в него залажу она дарит такое бритье ребята с таким запахом и у мама дорогая что там просто вот не могу вот хожу и кипятком писать да еще но не часто получается им побриться запах несмотря на французское происхождение я не знаю как пахнут французы я их ни разу не нюхал и во франции это меня ни разу не было но вот как вот у меня в голове вот это все сложилось там круассаны там лямуртужор абажур елисейские поля вот это вот башня мне кажется что то другое вот европа да вот сюда больше подходит не франция европа какой-то европейский запах достаточно изысканный такой ненавязчиво вежливый и в то же самое время узнаете какой-то солнечно чудесный то есть вот как заходишь в хорошо обставленную дорогую комнату где нет всякой знаете вот этой сиборидшины что там рюшечки вот эти всякие там комодики там шкафчик нет а просто строго элегантно и со вкусом вот 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 это вот у меня сразу локситаны прошибает люблю его заразу он нас не очень любит потому что стоит не так чтобы космос но прилично стоит раньше то стоило сейчас вообще по моему дофига но вещь хорошая вторая штука которая знаете вот этот запаховый нота у меня прострелила это наверно все-таки вру локситан был вторым потому что первым мне было прораза первым было и первым и останется потому что я сам это взял как только начинал бриться с танками естественно с формах не вылазил и на бритве был там слушал чё говорят чё пишу там иногда даже вопросы задавал но потом что-то это ну и я знаю почему и может вы догадываетесь свалил я оттуда как раз большие только начинался вот только-только ну и пацаны там позвали типа там пойдем вот развивается там поднимем то есть и боссе пошел пошел и вот нашел все хором советовали бери 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 вешечка классная не поленился взял и да действительно вешечка классная чем же она мне классно мыльно-пузырный и качественно в работе свойства вы этого мыло все прекрасно знаете но для меня тут еще и запах сыграл свою роль потому что все линейки за исключением белого чая они мне так заходят на что просто уж твою мать вот так вот заходят вот есть крупный план оператор снимите нет оператор шучу я сам оператор это это истинный моё понимание игры что так есть это истинный галимый ничем не прикрытый барбар шап вот я его так себе всегда представлял именно таким он у меня всегда в голове рисовался это добродушный крупный дядька 70 80 лет возможно с пузиком побитый уже седина в голове лысинка здесь такая вот такая прическа фарточки и подходит а пасочку так ну что поберет но не так конечно подходит и садится садит себе в кресло так расстележивает тебя там тын 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 что-то сделал компрессики припарки рассказываю сами все видели вот тут пацаны недавно ссылку на итальянцев бросали вот вот это я всегда себе представлял и этот запах вы знаете вот на фоне остальных он для меня все-таки продолжает выделяться если брать внутри прораза зеленый чай я его него что не ставлю мимо меня просто прошел я понимаю что у него есть какие-то свои свойства там сенситивским тара-та-там это поля да все-все понимаю ребят но не мою а вот эти вот два красные зеленые они как-то знаете пупс упали и лежат там из этих двух его наверно красный все-таки взял потому что у него все таки вот эта нотка она она как-то прям о как-то лягуха вы пиндели чтобы с крыльца и куда-то улетела но вот так на раскоряку стал ней не вылезу и вот это так вот сюда вот залезла на раскоряку стало не не вылезу и вот вот эта линейка нравится на втором месте я бы наверно все таки поставил зеленая тоже кошерный тоже обалденный вот на эти вот прямо там что-то там какое-то такое подобрали что это то чего не подобрали внутри у меня в душе находит какие-то свои крючочки на струнах и начинает там какую-то мелодию играть молодцы молодцы ребята вот просто снимаю шапу и немаловажный момент что все-таки это недорого достаточно экономическая такая линейка бюджетная ну и супер супер про первый рассказал про второе рассказал что касается 3 3 был флойд мне никто его не советовал сам рыскал по зарубежным сайтам по нашим сайтам на наших сайтах про него вообще ноль тогда было сколько лет назад да и часто я не знаю может что-то появилась не появилась долго выбирал между желтым и голубым нашел все точки где продают последние два магазина которые мне остались там выбрал за 16 евро или за 28 логически я предположил что за 16 для меня интереснее взял за 16 не был не прав надо было два раза по 16 потому что увы профукал свой первый обзор когда только-только готовил вообще чтобы понятия не было будет бритья не будет тот первый обзор по бритью я собрал все вот эти вот хоряшки потащил на комплекс там выложил на стол чтобы у вас просить пацаны надо и пока нес тупая голова пол флакона и вылилось вот так вот у меня тут маленько полусохла еще от одного флакончика естественно я бы не отказался но с ним сейчас напряг а там где не напряг там цена как космолет кокаин по моему дешевле чем сейчас флойд продают поэтому вот как-то пока эта тема не закрыта вопрос не закрыт примерно в то же время уже на горизонте стала появляться нам не селесол и первый раз когда мне вот пришла туда посылкой стал я вам показываю там было много всего но мароккан санс марокканские пески это было что-то ребята это было третьего четвертого же позиция который меня просто выбило из колеи и знаете просто от растоптала верла какую-то пучину я понимал что я такого запаха раньше не видел и не чувствовал я его хочу то есть одна меня это был просто найти какой-то вот взрыв головного мозга вот так он на меня действовал но то о чем я сейчас вам всего рассказываю ребята вы как-то делите фильтруйте потому что это мои личные эмоции мои личные переживания к вам они никакого отношения не имеют я просто делюсь с вами своим а у вас например может быть совсем другая реакция и для этого полно примеров в том самом обзоре когда рассказывал про мароккан санс вышел кто-то из моих подписчиков калфу да ну чё ну я заказал понюхал ну как турецком туалете пахнет я еще помню что там ответил типа ну если там так пахнет твоя затурка фра там хорошо пахнет это все к тому что все люди по-разному воспринимают запахи если я их так воспринимание значит что вы их так будете воспринимать и еще одна штука это случилось уже с байромом который в этой позиции будет 5 ребята я офигеваю от этого запаха я просто млею как котенок он не действует на разум он настолько для меня шикаем он настолько для меня великолепен и блистателен что бесконечно благодарен и нет что она не ударилась во все тяжкие не пыталась скопировать те байру мы которые делают но только ленивый не делает там на западе здесь она сделала что-то свое не без западных ноток вот вот та корица которая здесь есть она стопудово здесь есть она в таких разумных пределах здесь подобрано что она не вышибает мозг она не дает своей мощью не говорит ты чё охренела это не мыла я булочка коричневая не ешь меня не мыль меня или наоборот сожри меня здесь разумно именно в том количестве в том соотношении что удовольствие доставляет но не превышает тот предел за которым тебе уже хочется не мылить и взять и кусок откусить то есть вот что-то такое плюс какие-то свои плюшки туда иночка добавила и получилось то что получилось я когда открываю этот кусок я 4-5 дней к нему близко не подхожу и он там на полочку и вот там и она у меня стоит знаете почему потому что вся ванна забита этим ароматом я просто хожу и млею как котенок я балду это еще одна причина почему многие предпочитают в обыкновенная вернее обыкновенному крему то же самое мыло вы когда поблились можете баночку оставить и вас вся комната ароматизируется но крем к сожалению так не может так вот так я поступаю именно с теми вещами которые мне нравятся они несколько дней подряд не освежают всю комнату а потом уже к нему подхожу и начинаю его использовать по прямому предназначению и каждый раз когда его допустим сходил в душ и он мало того что я сам этим пахнут у меня еще тут такое творится и не отдельный респект и уважение за ту композицию которую она подобрала это не байрум ребята это от байрум это только название это что-то свое это что-то классное то что-то обалденное и это обалденное мне нравится но это опять же предостерегу вас мне нравится совсем недавно я разговаривал с одним из своих подписчиков говорит вадим слушай жопа какая-то я байрум мыло взял для бритья игрит после того как использую у меня горит на лице горит такое ощущение что же прям жоп это говорит частично непереносимость каких-то компонентов которые там есть лично у меня ничего этого нет вообще то есть совсем а у человека есть то есть каждый раз когда вы какого-то обзорщика слушаете или думаете о каком-то продукте ребята возможно что у вас все будет по-другому не так как у того человека которого слушали поэтому всегда делите 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 вы сейчас чекнул значит правильно говорить ну и пожалуй точку бы хотел наверно поставить во всем этом если бы не сказал про лотоху ребята то что присылал gift and care ребята этот крем которого к сожалению у меня сейчас нет как прочим и маракан санс ребята не жалею что отдал с легким сердцем пускай человек пользуется все будет хорошо но жалею что у меня его не стало потому что блин какой же там запах ребята для меня это невозможный крем и для меня это совершенно что-то невообразимое потому что если бы мне завязали глаза дали бы понюхать отказали биться сердце перестало но это что-то там баксов за 30 за 40 что-то совершенно не и ческая что-то отчет вот такое а на самом-то деле крем копеечный крем семь-восемь баксов за тюбик вот такого размера то есть я вообще офигеваю как так вот такой продукт ну ладно хорошо допустим стоил бы он там 7 евро и допустим пах бы как-то на этом синтетика или вообще бы никак не пах ну или мылился бы так найти ну да вот помылился чё ты за 7 евро тебе еще запах что ли а там все там и мылица там и запах там и пена там и стойкость там и постскольжение и все это с таким обалденным запахом я говорю про красную латуху белая латуха хороша хороша но нет все таки не то она для меня белая латуха где-то примерно на уровне ли не так красная латуха ли потом белая латуха вот так вот для меня не градуируется ну что нули тоже хорошо пахнет класс классно хорошо ну вот пожалуй даже не 5 а 6 линеек запахов набрал и точку рано ставить есть еще один запах которому я очень хорошо отношусь но в эту линейку не попал потому что он попал ланью линейку моей любимой лариски ребята один очень хороший человек мне прислал линейку лакши так all the original от фулфикса среди них была розочка так вот эту розочку я вам скажу у меня ларисочка у него еще через посылку я еще не открывал она уже стояла лапками вот так вот скребла чего у тебя там есть покажи я не знаю я знаю показывать вытащила эту банку с тех пор я в нее эту банку забрать не могу это ее крем это ее мыло и каждый раз когда она делает свои девичьи дела она облюбовала себе вот эту пару синтетику от мужского материка тут синтетики мало да вообще как бы нет нифига тут по 15-20 по москов было синтетики вот этот себе взяла и вот этот крем сейчас это ей на ей на ее 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 и это вот как будто на себе в норку то и утащила так вот это утро на ребята я вам скажу так она пахнет розы вот именно розы и синтетикой а акашерной обалденной чудесной розы он мягкий крем он и по цвету ну короче вот я понимаю что она на него клюва тут не только запах тут еще консентенция и когда девчонка вот всеми своими делами вот этим занимаются она реально получают удовольствие так что вот вот это наверно может быть последней точкой в этом маленьком обзоре ну а теперь чё бритьё 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 все пошли бриться